Праздник Севера это не только спортивные соревнования. В программе есть место и для активных развлечений. Шесть площадок с разнообразной программой ждали всех пришедших в долину уюта. Судя по последним результатам на чемпионате мира по биатлону, биатлонисты стали прятать свои лица. На корте ледовой площадки не только показательные выступления хоккеистов, но и веселые игры для самых юных любителей зимних видов спорта. Организаторы 82-го праздника Севера подготовили специальную развлекательную программу, в которой можно было попробовать свои силы в различных упражнениях, например в сдаче ГТО. Гиря 16 килограмм, 2 минуты вам дается сколько вы сможете ее поднять. Вот уже был рекорд 108, наверное еще не перебили. Прыжок в длину, прыжок в длину в экстремальных условиях на резиновой скользкой дорожке, но мы все можем. Следующее отжимание и наклон вперед. Ну сейчас рекорд 36 раз по отжиманиям, но я вообще могу больше, но я занимаюсь секцией лыжной гонки и биатлон. На площадке ГТО можно увидеть детей с родителями и даже с бабушками, а рядом расположился уникальный пункт спортивного питания. За определенное количество выполненных упражнений можно получить талончик на еду. Пирожок или тарелка горячей каши – выбор зависит от показателей физической выносливости. Лыжня Добра – благотворительная акция, состоявшаяся впервые на празднике Севера. Участникам, желающим выйти на трассу, надо было зарегистрироваться у специальной стойки благотворительного фонда «Руки жизни». Пластиковый бокс с пожертвованиями постепенно наполняется купюрами. Фонд создан для оказания помощи онкобольным детям и детям с тяжелыми заболеваниями. То есть акция эта приурочена к проблемам больных. Хотим привлечь жителей города, их внимание, к проблемам больных детей. То есть вовлечь жителей города в добровольческую и благотворительную деятельность. Традиционный лыжный марафон, парусный конькобежный спорт, биатлон, боча и многое другое. Еще увидят зрителей 82-го праздника Севера. Церемония закрытия запланирована на следующую субботу, 26 марта.